Профсоюзы сегодня занимают активную позицию в решении задач широкой направленности. Будучи в тесной связи с городскими властями, они успешно справляются с вопросами разных уровней сложности. Участие профсоюзов и в общественной жизни Бреста не подвергается никакому сомнению. Объявленный в Беларуси год культуры стал одним из подтверждений тому в 2016-м. Объединениями профсоюзов были организованы более 200 творческих выступлений. Если учесть, что среди артистов не профессионалы, можно догадаться, что именно желание развиваться, не стоять на месте и не ограничиваться. Лишь выполнением непосредственных обязанностей руководит этими людьми. Здесь выступят не профессиональные артисты, а люди по зову сердца, которые поют хорошо песни. Эти коллективы с радостью всегда участвуют в подобных концертах. Творческие коллективы объединений профсоюзов на сцену выходят с большим желанием. В течение года они успели продемонстрировать свои таланты на многих музыкальных площадках. Отлично проявили себя в масштабном проекте «Новые имена Беларуси». Вышли в финал республиканского конкурса. Помимо этого представители профсоюзов принимали участие в тематических мероприятиях и гражданско-патриотических акциях. Нам это очень нравится. Это наша жизнь, наше движение. Мы очень рады. Мы сегодня выступаем. Мы во всеоружии. Ждем выступления, нервничаем, волнуемся. Профсоюзные движения в активной фазе развития. Инициатива очевидна в решении вопросов занятости населения, заработной плате, преодолению безработицы и других, не менее актуальных. Однако представители профсоюзных объединений прекрасно совмещают деятельность с творчеством. Стоит ли сомневаться в том, что развитие в этом направлении прекратится? Едва ли творческие люди будут проявлять себя и дальше. Мы видим взаимодействие с профсоюзами в повседневной нашей жизни, в том числе и в плане подготовки к тысячелетию города Бреста. Задача была поставлена каждому предприятию, каждой организации нести свою лепту, подготовку к этой важной дате. Я думаю, что профсоюзы здесь не должны оставаться в стороне. София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.